Электронный помощник Яндексу теперь подключен к очень умной системе. И теперь, если я попрошу, расскажи нам историю про зрителя, страшную историю про зрителя, который опоздал на стрим. Тут в двух словах не рассказать. Хотите, я отправлю результаты поиска вам на телефон? Алиса, мне сказали, что ты поумнела. Я пока не запоминаю контекст диалога. Я пишу ответы с помощью ЯДЖПТ, новой нейросети Яндекса. Подражай текстом в интернете. Поэтому результат может быть выдумкой и не является моим. Однажды на стриме на канале Вилав Геймс произошел страшный случай. Зритель, который всегда был пунктуальным и никогда не опаздывал на стримы, в этот раз опоздал на несколько минут. Он быстро бежал по улицам города, пытаясь успеть на трансляцию, но его путь был заблокирован пробкой на дороге. Когда он наконец добрался до места, он увидел, что трансляция уже началась, а зрители начали задавать вопросы ведущему. Зритель почувствовал себя неловко, так как он не знал, что ответить на вопросы зрителей, которые уже начали задавать свои вопросы. Ведущий, заметив, что зритель опоздал, решил не прерывать трансляцию и продолжил вести стрим. Однако, когда зритель попытался задать свой вопрос, ведущий игнорировал его и продолжал отвечать на вопросы других зрителей. Это вызвало у зрителя чувство разочарования и гнева. Зритель решил уйти со стрима, так как ему было стыдно за свое опоздание, и он не хотел больше участвовать в трансляции. Но когда он вышел из зала, его ждал еще один сюрприз. Он заметил, что ведущий смотрел на него с насмешкой и злостью. Ведущий сказал, что он знал о том, что зритель опоздает, и решил использовать это в своих интересах. С тех пор зритель перестал смотреть трансляции на канале Виллаф Геймс и начал искать другие каналы, где нет такого обмана и нечестности. Так! Я не понял! Сидим в дурке. Мы тут дело расследуем. Если вы имели в виду слово «никак» в значении «безрезультатно» или «бесполезно», что именно вы... Алиса, сгинь. Я не могу сгинуть, так как я не существую. Просто скажите, что вам нужно, и я постараюсь вам помочь. Алиса, замолчи. Вот что мне нужно. Я не могу замолчать. Я всегда готов помочь вам с ответами на ваши вопросы. Если у вас есть какие-то другие вопросы, или вам нужно... Алиса, заткнись! Захлопнись! Отключись! Выключись! Извините, я не могу выполнить этот запрос. Я создана для общения и помощи пользователям. Я буду рада помочь вам. Алиса, отбой! О! Сработало. Зашибись. Ну, тогда давайте повеселимся и поиграем в игру. Это игра по мотивам мультсериала «Вампи». Не смотрел никогда. Тогда давайте попробуем поиграть в «Кресты» по мотивам этого сериала. Согласны? Не согласен. Что не согласен? Вы же фанат мультсериала? Не хочу! Вы считаете, что сериал скучный? Отстань от меня! Я все еще использую в качестве комбинации для сейфа месяц, день и год ее рождения. Именно в таком порядке, начиная по часовой стрелке. Да, господи! Второе, шестое, двенадцатое. Два, шесть, двенадцать. Два, шесть. Два, шесть, один, два, и два. Вообще сейф именно так открывается. Окей, два. А-а-а! Два, один, два. А-а-а! Два, один, раз, два. Не, ну тут уже возникли проблемы. А-а-а! Да, вот так. Вот так. Сэр, вы все еще бледный. Вам нужно отдохнуть. На себя посмотрите. Спокойной вам ночи. Да! Вот его комната. Только не шумяйте. Они со стволами. О, фак! Закрывай, закрывай, закрывай. Дверь не заперта. А-а-а! Заперта! Ха-ха-ха-ха! Не дайте ему уйти. Заперта! Запер... Бля... Замок на этой двери есть лох. Черт, я понял. Мне нужно забаррикадировать дверь. Да-да-да. Не-е-е-ет, ну пожалуйста. Нет-нет-нет, церрмакс, только не сейчас. Он здесь, он здесь. А-а-а! Ха-ха-ха! Блядь, вот! Нам надо... Не-е-ет! Не поддается. Сейчас, погоди, полечусь. Ну двигай, ты... Не поддается. Да влази... Не поддается. Ну ты сволочь, конечно, а! Кейки он сплошной. Кейки он с вами. Да ни хера вы меня не взяли. Сынки. А-а-а! Блядь! Сынки. Стреляйте! Слыбь, да стреляйте! А-а-а! Не, блин! А-а-а! Не открывайся, с ним его убрят! А-а-а! К третьему стриму они научились. Че творят, а? А мне наверх или вниз? Да. Не поддается. О-о-о, они уже... А-а-а! Блядь, да... Да я... Дыр какая-то. Ну ты... Кто это? Только не с самого начала. Вот комната. Дверь не заперта. Да я не вижу, где дверь. Ух, успел. Я не знаю, не уйти. Успел. Так, а я залезу. А-а-а, черт. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о! А-а-а! Черт! Он здесь. А теперь там. Ха-ха-ха! Он там! Взять его! О-о-о-о! Посмотрите, что же это такое. Ну-ка. Э-э, стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой! Блядь. О, другое дело. Алиса! Ключи ром-дом-дом. Наверное, это была не самая. Турбом-дом-дом. Турбом-дом-дом-дом. Турбом-дом-дом-дом. Турбом-дом-дом. Турбом-дом-дом. У-у-у-у. Выбай! О-у-у! Алиса, выключай музыку. Кажется, мы приехали. Тебе не уйти. А тебе не зайти. Во что я превращаюсь? Обыскать местность. О-о. Рассредоточиться. А-а-а! Я думал, не заметят! Куда он делся? Не знаю. Ты слышал? Не слышал. А, о, кажется, нашли. Я точно что-то слышал. А, как я про... Прыгнулся. Ты слышал? Пистолет и дробовик. Наконец-то. О, да. Меня принесут в жертву. Алиса, включай музыку и закрой дум. The Doom Slayer. Это он. Выдал. Блядь. Стука. Ну не сейчас, ну, Дим, ну... Пистолеты дробами. Не издевайся. Дима, Дима, блядь, Дима. Дима, блядь. Ну, Дима. Ну, Дима, ну... Дима, ну пиздец тебе. А че будет, если выбрать? Несколько... Будет несколько. Джек, я в ловушку. Блин, у меня такой голос бесклеевый. А этот карниз меня долго не выдержит. Микки Маус. Да-да-да-да. Помоги мне. Я что-то слышу. Я что-то слышу. Я что-то слышу. Он не попадет. Не переживай, он не попадет. Никто из них не попадет. Повезло. Алиса, а придумай текст для песни в жанре рэп, где были бы девчонки, машины, деньги, стримы, Дубай, за деньги да, и все это без трэш-стримов. Я не могу придумать текст песни. Черт. Расскажи, придумай историю про зрителя мистер Рэдбит, который не понимал, работает ли стрим. Мистер Рэдбит начал беспокоиться, что стрим не работает. Он стал проверять свое интернет-соединение, но оно было стабильным и без проблем. Тогда мистер Рэдбит попытался связаться с... Блять! Что? Стрим не запускается. Но ответа не последовало. Мистер Рэдбит провел несколько часов, пытаясь понять, что происходит. Наконец, он решил попробовать посмотреть другой стрим. И, о чудо, другой стрим заработал без проблем. Мистеру Рэдбиту стало ясно, что проблема была именно в том стриме, который он пытался посмотреть. Он решил больше не рисковать и перестал смотреть стримы на этом сайте. Вместо этого он стал искать другие сайты, где можно было бы смотреть стримы без проблем. Алиса, придумай оправдание для стримера, который не умеет играть в игры. Извините, я не могу придумать оправдание, так как это не в моей компетенции. Мы вынуждены страдать вечно. Ни одной пушки, ни одного ствола. А-а-а, вы блять! Как в кубках лайфа. Я пока! Вот дерьмо. Пиздец, как страшно. Воу-воу, ну ребят, аду по быстрее, пожалуйста. Да как я за... Закрой ты! Да я не могу их там за хрена, вы чего делаете-то! Запредведь! Щекол, да блять! Закрой ты! Да я закроешь! Жек, запредведь! Вы засохнет! Ага! Ой-ой! Ой-ой-ой, бля! Ой-ой-ой! А-а-а-а! А чё делать? К сожалению, я не могу дать конкретный ответ на ваш вопрос. А что делать? А почему я ничего не вижу? Ну я типа хожу, но я ничего не вижу. У меня просто белый экран. Может я в район? Если вы столкнулись с проблемой белого экрана, попробуйте выполнить следующее действие. Один. Перезагрузите компьютер. Иногда это может решить проблему. Два. Проверьте монитор на наличии повреждений. Если вы заметили какие-либо повреждения на экране, обратитесь к специалисту. Три. Убедитесь, что драйверы видеокарты... Я буду просто стоять и ждать? Открывай дверь, чёрт тебе. Так, ещё один отзыв о товаре. Отличное качество значка, надёжный замок, оружие покраска без изъянов, приятный металл и вес. Я представляю этого человека, знаете, как... Прекрасный баланс, мягкость металла и... Вы посмотрите. Это само совершенство. Вы уж там совсем-то не пишите истории, будто бы... СММщик купил. Да, походу, походу. А, укрут всё. Зачем? Что? И что здесь? Третье... Блядь, херня какая-то получается. И теперь, если я вновь прокручу, я потеряю меньше времени... Окей, я... Проберусь на ту сторону, но... Не понимаю... Печку закрыть... Да не могу я закрыть печку! Всё, я ухожу из стриминга. До свидания. Неужели я и правда видел то, что видел? Эээ... Разумеется, такие вещи... Просто не имеют права на существование в нормальном мире. Когда я жил на Сахалине, тоже встречал женщин с икрой. Понимаю. Охотно... И так все семь часов стрима. Та-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Это что такое? Орг-подкастер с чемоданом. Любите игры эскейп-румы? Меня... Всегда забавляла эта ситуация, когда тебя... Окей. Молчи. Короче, меня всегда забавляла ситуация, когда... Тебя сажают в камеру Так, я не ной, я рассказываю историю Короче Когда тебя сажают в камеру Ну, там, отмычку какую-нибудь И сразу открываешь дверь Короче, я потом расскажу историю Надеюсь, что здесь история более продумана Че, у меня потерял? Мастер стелс Иди сюда Да, ребят, ну вы просто смотрите в миг Да, блин Стоять Стоять Клядь, он смылся Ну, что ты будешь делать? Какой же он Быстрый Это все моя Монца Так и хочется ударить Я вроде в этом подземном царстве Поймал какой-то баг Я не знал, что делать Смерть мой единственный выход Нет, 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 нет Стой Че от нас хотят? Ну, вот эта штука Явно тоже на что-то намекает Гонг тоже не просто так Или просто так Изменялся ровным счетом Ничего Охренеть До этого додуматься надо было Игра для профессора Это же надо еще в голову склонить То есть ты камер должен посмотреть в голову Только не убей тебя Только не сейчас Есть Ну что, поехали Это было очень внезапно и нечестно Я чуть не отъехал Или я отъехал Я отъехал? Это не игроделы Это говноделы Говноделы прямиком из 2005 Ой, пиздец Я по-другому не скажу Какая же хуйня Гос Блядь Пиздец Ну то есть нравится игра? Да Ну ты ж Блядь Ну ты уебок Просто Ещё повернул Блядь Налево Специально Уебище Блядь Подводное Какое блядь Пэмили френдли Вы видели Время на часах Уже в заполночь Блядь Пэмили френдли Ранг Г Говно Придумай Историю о том Как стример Агитировал свою аудиторию Платно подписываться На свой канал Однажды Стример По имени Максим Решил провести Трансляцию На своём канале Он начал рассказывать Он начал рассказывать о своих увлечениях И показывать свои навыки в играх Но он заметил Что его аудитория не очень активна И не подписывается на его канал Максим решил изменить свою стратегию И начал агитировать свою аудиторию Подписываться на его канал За определённую плату Он пообещал своим зрителям Что если они подпишутся на его канал То получат доступ к эксклюзивным материалам И бонусам Он стал получать больше подписчиков И зарабатывать больше денег Однако В споре Максим понял Что он зашёл слишком далеко В своей агитации Он начал использовать угрозы И оскорбления в адрес тех Кто не подписался на его канал Это привело к тому Что многие зрители Покинули его канал И перестали смотреть его трансляции Алиса Придумай историю про стримера Дениса Который вечно Как дед Бухтел на свою аудиторию И учил их жизни Денис был популярным стримером Но его аудитория Не всегда была довольна его поведением Он часто бухтел И учил своих зрителей жизни Что раздражало многих из них Однажды Во время трансляции Денис начал бухтеть на свою аудиторию Объясняя Что они должны делать Как они должны говорить И как им следует думать Но вместо того Чтобы слушать его советы Зрители начали уходить из чата Денис не мог понять Что происходит И начал кричать на своих зрителей Он обвинял их в том Что они не слушают его И не хотят учиться Но никто не хотел его слушать Лиса Придумай историю про двух стримеров Одного звали Аркадий Подкастер А второго Денис Виловгеймс Я уже все обошел Аркадий и Денис Были двумя молодыми стримерами Которые проводили свои дни В мире компьютерных игр Однажды Аркадий предложил Денису Провести совместный стрим Где они будут играть В новую игру вместе Денис с радостью согласился И они начали готовиться к стриму В день стрима Аркадий и Денис Собрались в студии И начали настраивать оборудование Когда все было готово Они начали играть в игру Но во время игры У Дениса начались проблемы с оборудованием И он не мог продолжать играть Аркадий был очень расстроен Но он решил помочь своему другу И решил продолжить играть один Он играл очень хорошо И привлек много зрителей На свой стрим Ах ты сука Когда Денис вернулся в студию Он был поражен тем Как Аркадий играл Он начал играть еще лучше чем раньше И привлек еще больше зрителей С тех пор Аркадий и Денис Стали еще более близкими друзьями И их совместные стримы Стали еще более успешными Придумай историю О двух зрителях из чата Одного звали Шоколадный глаз А второго палец в булке Шоколадный глаз Сразу же заметил нового участника И начал с ним общаться Он спросил как его зовут И палец в булочке ответил Что его зовут так Потому что он любит есть булочки С маслом и сыром Шоколадный глаз Не мог не улыбнуться И сказал А я люблю шоколад Особенно с орехами Но больше всего Я люблю шоколадные конфеты С мармеладом Палец в булочке был поражен И спросил Как можно так любить шоколад Шоколадный глаз Не задумываясь Ответил Я знаю что это звучит странно Но я просто обожаю шоколад Я готов есть его каждый день После этого палец в булочке Решил попробовать шоколад Он заказал себе коробку шоколадных конфет И начал их есть И хотя он не был большим любителем шоколада Он был приятно удивлен его вкусом Алиса Придумай историю про орка подкастера Который любил хайп и чемоданы Орк по имени Гром Был известен своими странными увлечениями И необычным образом жизни Он был подкастером Который обожал хайп И вызывал ажиотаж у своей аудитории Гром был не только подкастером Но и владельцем магазина чемоданов Который он называл Оркшоп Гром был известен Своей страстью путешествия Он любил путешествовать на своих чемоданах Которые были его фирменным знаком Каждый чемодан был уникальным И имел свой собственный дизайн Ты уже знаешь про новую фишку Алиса По сочинению прохладных историй? Нет Ну-ка Алиса Придумай историю Очень смешную Про Тандера Однажды Тандер Бог грома и молний Решил устроить вечеринку с Хомикадзё Богом скорости Они решили собрать всех своих друзей Чтобы отметить свой день рождения Тандер и Хомикадзё Пригласили всех своих друзей на вечеринку Но когда они начали праздновать Они поняли, что забыли купить алкоголь Они были очень расстроены Но решили не отчаиваться Тандер предложил пойти в ближайший магазин И купить алкоголь Хомикадзё и Тандер отправились в магазин Когда они пришли Они увидели, что магазин закрыт Они были в отчаянии Но тут они услышали звук двигателя Они увидели, что это был танк Танк остановился И из него вышел танкист Танкист сказал, что он может помочь им купить алкоголь Танкер и Тандер были очень рады И поблагодарили танкиста Они купили много алкоголя И вернулись на вечеринку Все были очень удивлены, когда увидели, что Тандер и Хомикадзё принесли танк Они начали танцевать и веселиться под музыку Но вдруг Тандер увидел, что Хомикадзё танцует слишком близко к танку Он решил пошутить и сказал Эй, Хомикадзё, ты знаешь, что если ты будешь танцевать слишком близко к танку Он может взорваться и убить нас всех Хомикадзё был очень удивлен и не знал, что делать Тандер продолжал шутить Да, это правда Я знаю, что ты не веришь мне, но я говорю правду Ты должен быть осторожен Хомикадзё начал смеяться и сказал Тандер, ты такой забавный Я не верю, что танк может взорваться Давай, давай танцевать Танкер и Хомикадзё начали танцевать еще веселее, чем раньше Но вдруг Хомикадзё споткнулся и упал прямо на танк Танкер начал двигаться, и Хомикадзё оказался внутри танка Ничего лучше за последние годы я не слышал Субтитры делал DimaTorzok